Дорадо Мало кто знает, но некоторые знаменитости начинали свой карьерный путь с профессии официант. Например, всем известная певица Мадонна продавала пончики, а звезда сериала «Друзья» Дженнифер Энистон была официантом в забегаловке. Большинство же воспринимают профессию официант лишь подай и принеси. И даже не подозревают, насколько это творческая профессия и сколько тонкостей и хитростей она в себе таит. Знакомьтесь, это Алексей. Он официант одного из ресторанов Москвы. На работу приходит за час до открытия заведения. И не потому, что боится опоздать. Просто работа начинается значительно раньше, чем первый гость переступит порог ресторана. До этого момента Алексею нужно успеть переодеться и подготовить зал, расставить и протереть столы, завернуть приборы в салфетки. Ведь когда пойдет поток посетителей, будет уже не до этого. Все время на ногах, все время в движении. Но я не могу сказать, что я очень устаю, что я прихожу домой и валюсь с ног. Такого нет. Но до этого еще далеко. Рабочий день только начинается. И самое время сыграть в так называемую лотерею. Каждое утро Алексей с коллегами разыгрывают столики, которые они будут обслуживать. На зубочистках мы пишем номера позиций и тянем. То есть, чтобы каждый раз, вот как бы каждый человек работал на разные позиции. Все по-честному. Каждому достается по 5-6 столиков с одинаковым количеством гостей. По мнению Алексея, работа официанта – это искусство. Искусство психологии. Каждому гостю нужно найти свой подход. Создать такие условия, чтобы посетителю было комфортно. Мы не бездушные куклы. Мы не просто что-то там приносим и уносим. Наша главная цель – общаться. Чтобы гостю было приятно, весело, интересно. А о чем общаться с незнакомым человеком, спросите вы? Да, чем угодно. Например, рассказать о новой прочитанной книге или загородной поездке. Именно этим увлекается наш герой в свободное время. Люблю читать. Люблю природу. Загородные поездки – это просто большая радость для меня. Спорт, футбол, баскетбол. Таким образом, расположив к себе посетителя, Алексей принимает заказ. Пожелания гостя заносятся в компьютер и через секунды на кухне уже знают, какое блюдо нужно готовить. У каждого официанта есть свой код. Я ввожу код на именование блюда. И внизу пора уже знают, что это заказ мой и что нужно сделать. Всему этому тоже нужно учиться. И в первую очередь необходимо знать меню ресторана. Как и из чего готовится каждое блюдо. Чтобы не растеряться, а дать четкий ответ на поставленный вопрос. Сложно, но возможно. Особенно, если есть желание работать. Это мой первый ресторан. Я никогда не работала официантом. Я не знала абсолютно ничего. Я не знала ни блюд, ни сервировки. Но всему научился довольно-таки быстро. Просто было большое желание, был интерес. Но главное – любить свою профессию. Ведь когда открывается дверь и входит очередной клиент, его всегда нужно встречать с искренней улыбкой. Иначе он может уйти навсегда. В ресторан, что напротив. Здравствуйте. Это программа «Профессия». Многие могут подумать, что работа официанта довольно проста. Принять заказ, отнести его на кухню, а потом уже с блюдом вернуться в зал. Но так не все просто, как кажется. Узнаем у наших гостей. Алина Вихрева, официант ресторана «Тратория Венеция». И Юлия Иград, официанты сети «Кофейная шоколадница». Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня профессия официанта очень популярна. В любой газете откроешь и увидишь объявление о том, что приглашают официантов на работу. И также рядом сразу объявление о том, что курсы набирают на обучение официантов. И в колледжах сейчас стала открыта эта специальность. Для чего образование в этой профессии нужно? Нужно ли оно? И все-таки достаточно просто все кажется. В этой профессии нужно набираться науков, образования. Без каких-либо знаний работать официантом, естественно, вас никто не допустит. Нужно знать меню. Да, хорошо, конечно. Меню – это уже в ресторане непосредственно, наверное, будет изучение. А вот именно на курсах в колледже, там какие знания можно приобрести? На курсах можно чуть-чуть что-то приобрести. Конечно, настоящая жизнь происходит в зале. Это целая виртуальная война, по сути, но все от чистого сердца идет, и настоящий официант раскрывает себя только в процессе обслуживания. Курсы дают основы чуть-чуть. Это происходит несколько недель. На самом деле, такие в Москве есть, очень серьезные курсы, но это не главное. И многие уважающиеся менеджеры дадут свои знания своему персоналу в лучших ресторанах Москвы. Некоторые заведения занимаются тем, чтобы выращивать себе персонал, уважают свой персонал и занимаются тем, чтобы вкладывать в них, чтобы они давали прибыль и себя не обидели, и гостей, и учредителей. И, конечно, главное то, что происходит в зале с гостями, это целая жизнь, это целый процесс, как поднимать счета, что такое деньги, как поднимать чаевые, зачем и почему, если у человека речевых, это его вина, потому что сейчас в наше время уже все почти оставляют. Все-таки чаевые, это обязательно условия получаются. А мы уходим за чаевыми, потому что на самом деле у официантов нет почти зарплаты ни в Москве, ни в Российской Федерации. Официант в среднем получает около 10 тысяч плюс-минус официально. Получаются совсем небольшие зарплаты. И поэтому все отлично знают, что заработки персонала это чаевые. В некоторых странах, таких как Америка, это по закону официально, если ты не дашь чаевые, в некоторых Штатах 10, где-то 13-20 процентов можно подать в суд. У нас это запрещено. И это чисто благодарность от человека. Мы все знают, что в России... Личная инициатива такая получается. Да, с моральной точки зрения 10 процентов. Хорошо, а тогда в среднем какая зарплата у официанта получается? На какую зарплату вообще молодой человек может рассчитывать, когда приходит в этот бизнес? Чаевыми плюс оклад. Ну да, вот когда он идет, он же понимает, что все равно чаевые какие-то будут идти. Да, официанты, которые ничего не знают о их легких сетях, они только начинают, они малыши еще после школы, они зарабатывают 30-40. Это вместе. Настоящий официант зарабатывает 50-60. Звездные официанты в серьезно тяжелую систему, у которой около 30 лет, они зарабатывают 70 и 100 и выше. Настоящий официант, это через 2-3 года у него должна быть машина. Юлия, вы согласны? Ну, не совсем. Когда вот только приходишь, где-то выходит 25, в принципе, можно и поднять выше до 30-35. Но это опять же все зависит от официанта, от его работы. И естественно, если девочка вот пришла и стоит, и как бы не работает, она просто вот стоит, пришла на работу постоять. Нужно на работе бегать, нужно стараться брать больше столов, нужно при приеме заказа, допустим, точно выслушать все пожелания гостя, переспросить, если какие-то возникают непонимания, вот, и уже при подаче блюд, предоставлять блюдо. То есть нужно качественно обслуживать гостя, от этого зависит, собственно, чай. Официанты занимаются подготовкой залов к приему гостей. Они сервируют столы, следят за соблюдением частоты приборов, посуды, скатертей. Официанты помогают гостям в выборе блюд и напитков и, соответственно, обеспечивают свою временную подачу этих самых блюд и напитков в соответствии с принятыми стандартами обслуживания. Официанты рассчитывают итоговую стоимость заказа и получают расчет за оказанные услуги. Средняя рыночная зарплата официантов в Москве составляет 25 тысяч рублей. Вакансии из Санкт-Петербурга предлагают заработок около 20 тысяч рублей. Во Владивостоке официанты могут рассчитывать на средний доход примерно 18 тысяч рублей, а их коллеги из Калининграда зарабатывают около 14 тысяч рублей. Соискатели из Омска могут рассчитывать примерно на 12 тысяч рублей. Стать официантом несложно. На начальном этапе достаточно знать основы этикета. Так как работа официантов связана с общением, то им необходимо обладать развитыми коммуникативными навыками и грамотной речью. Повысит стоимость на рынке труда знания стандартов обслуживания гостей и правил сервировки. Опыт работы в ресторанах премиум-класса и знания английского языка на свободном или разговорном уровне позволит официантам претендовать на максимальный уровень дохода. В Москве, к примеру, он составляет 40 тысяч рублей. Работу официанта чаще всего рассматривают в качестве подработки. Это объясняется тем, что можно всегда найти удобный график работы для себя. Официанты работают не только полный 8-часовой рабочий день, но и неполный рабочий день посменно, могут работать в ночную смену, что, соответственно, не может не привлекать молодежь. Среди соискателей молодежь как раз превалирует. Около 70% соискателей приходится на лиц в возрасте до 25 лет. Примерно 60% соискателей – это молодые девушки. 31% кандидатов на позицию официанта еще учатся в ВУЗе либо имеют неполное высшее образование. Дипломы по окончании высшего учебного заведения имеют 17% соискателей. Порядка 15% официантов могут поддержать беседу с иностранцами, принять в них заказ, так как именно столько владеют английским языком на свободном или разговорном уровне. В общем, получается, это достаточно тяжелый физический труд. Да. А сколько часов смены длится? 14, почти на всех этих денег плюс-минус. Есть 16. Официант обязан стоять с 10 до 12 по-любому. А сесть, присесть там? Можно чуть-чуть, когда у тебя обед или ужин, на тебя отпускают. Или на мойке, или в раздевалке, но в основном это запрещено. Но, конечно, все садятся периодически. Но в основном это должно стоять в зале около гостей, около столов. Мы не можем идти из зала. Это наши гости, это наши продажи, это наши чаевые. Если мы не делаем хороших продаж, нас не будут уважать учредители. Мы должны расти в ресторан. По сути, вы еще также и продавец, да, раз вы делаете продажи? Смежная профессия. Ну, у нас очень много профессий. Официанты очень тяжелые, серьезные и блистательные. Профессия можно себя так раскрыть, что тебя возьмет любая компания. У меня была такая история в жизни. Приезжали из университета, тренинг проводили, мы очень смеялись, нас собрали, думали, что они скажут. Есть очень много учредителей, которые позволяют заплатить за тренинг для своего персонала. В некоторых ресторанах, в системах. А чему обучают там? Как разговаривать, улыбаться, что такое стрессоустойчивость, коммуникабельность, как выдерживать любые проблемы, не реагировать, взорвался, пожар, люди, тарелки и все. А ты стоишь ровно и все, ровно и все. И все хорошо. Да, мы МЧС внутри зала. И они сказали такую вещь, что мы очень все задумались, и это так и сработало в жизни для многих бригад. Вас возьмут везде, вы лучшие войска, вы всегда улыбаетесь, вы не падаете в 6-7, как все офисники и планктоны. Вы всегда стоите ровно, 8-9-10, вы всегда готовы к бою, вы знаете, что такое дело продажи, у вас всегда подвязан язык, вы всегда хорошо выглядите. Вы до часа лучшие войска и можете войти в ночную смену, в третью, и поэтому вы за себя не волнуетесь. И вы в этой жизни добьетесь всего, если вдруг поменяете данную профессию. Это получается, еще далеко не каждый сможет работать по этой профессии. Недалеко каждый человек должен быть очень сильным духом, жизнерадостным, то есть постоянная улыбка на лице. Потом, ну, как вот сказали, профессия официант, да, она включает не только подачу блюд, при этом можно еще и помочь в баре, также полтозаказы. Официант включает несколько профессий в себе. Многогранная действительно профессия. Алина, а как вы считаете, вот какие качества все-таки для официанта важны, вот помимо того, что стрессоустойчивость, целый день на ногах, выносливость, что еще важно? Для меня лично, вот официанты, которые росли со мной по жизни, или которых мы выращиваем или выбираем, и на собеседование приходит много людей прекрасных, и из 10 только двое могут попасть в наш зал, к примеру. Почему? А человек должен быть общительным, полуминитомодой, человек должен быть уверенным в себе, знать, что если что-то случилось там, не дай бог, разлил или сырой вынес, быстро выйдите из ситуации. Среагировать. Среагировать. Сейчас все будет, все красиво, или мы вам комплимент от заведения. Человек должен, для меня лично, не курить, потому что свежий воздух, свежее дыхание, маникюр, ногти мы все проверяем, глаза, макияж неяркий, мягкий парфюм. Нельзя давить на гостя всем, что если на себя золото, вот это цепь и вот это все снять. Я считаю, также человек обязан знать меню, что он продает. Настоящий официант не подает меню, он просто вслух считает нужным продать то, что он считает нужным. Если, к примеру, в меню есть оливье и руккола с креветками, настоящий официант скажет, что у нас есть руккола с креветками. Настоящий официант не будет продавать GSM, даже если оно есть в меню, будет продавать фреш. Я могу ему продавать фреш? А можно двойной? Ему нужны счета больших. Напор вот такой определенный должен быть. И надо делать так, что ты считаешь, что нужен, должен гость есть, а не то, что хочешь. При этом все это должно предоставиться так, как бы ты гость это выбрал. Официант, прежде всего, должен быть коммуникабелен, общителен. Открытость, приветливость, доброжелательность, откровенность. Потому что, да, немаловажно. Потому что, тем не менее, человек замечает, когда ты честен с ним, а когда нет. Нельзя просто натянуть фальшивую улыбку и сделать все хорошо. Все равно гости это заметят. Хорошая сдержанность. Это в первую очередь. Каждый витсант должна быть хорошая сдержанность. Культурность, уметь разговаривать. В том числе, уметь хотя бы знать базовый английский язык. Потому что часто приходят клиенты. У нас город, например, сам по себе научный. И у нас часто бывают немцы. Вот у меня немцев были за столом. Надо все-таки поддерживать и с ними язык. Потому что они пытаются говорить по-русски. А если ты знаешь английский, они знают английский. И они там неплохие чивые могут тебя ставить. Официант должен обладать такими качествами, как доброжелательность, быть хорошим психологом, поднимать настроение гостю, который приходит без настроения. Мы должны сделать все очень быстро, качественно и красиво, на мой взгляд. И гость должен оценить то, что мы делаем, как мы подаем блюдо, как мы общаемся с гостями, с каким мы настроением подходим. Даже если нам плохо, мы должны подойти с улыбкой к гостю, чтобы поднять ему настроение, чтобы он улыбнулся. Даже если у него нет настроения, мы всегда подходим и говорим, «Здравствуйте, почему у вас нет настроения? Мы должны вам его поднять». Или даже просят безалкогольный коктейль. Я подхожу и говорю, «Пожалуйста, ваши алкогольные». Они говорят, «Вау, нет, я просил безалкогольный». Я говорю, «Пошутил туда-сюда». Ну, с такими качествами. Кстати, а вот по поводу меню, как вообще проходит запоминание всех ингредиентов? Очень с утра до вечера. У тебя нету столов, и ты не зарабатываешь деньги, пока ты не сдашь меню до запятой. Это еще и проверяется перед тем, как выпускать человека. Да, и поварами, и высшедающим руководством, и гостями. Гости – это самый страшный экзамен. Они тебя могут так загнать, у него на работу что-то не случилось, они приходят в рестораны бизнеса, думают, что мы – это все, на чем они сейчас сорвутся, его там штрафовали, и что-то случилось, потому что мы сервис, мы бытовое обслуживание, и на нас можно все. Просто смотришь, сверху вниз, и понимаешь, надо сейчас выдержать, другой придет с улыбкой, все такое, маленькие проблемы. Юлия, а как можно удержаться все-таки и не среагировать на какое-то нехорошее слово, допустим, свой адрес, грубость? Ну, опять же, если реагировать на каждого человека, всех нервов не хватит. Конечно, мы все воспринимаем, как бы нам говорят, да, мы сквозь зубы про себя, как говорится. Нужно… Да, спасибо там сейчас. Если у вас возникают какие-то вопросы, я могу позвать менеджера. У нас в основном в сети занимаются всем этим менеджером. Мы, как официанты, да, и возникают вопросы, пожалуйста, вот есть менеджер, обсудите. Нам, как бы, не разрешалось вступать в конфликтную ситуацию, но это, опять же, неправильно, потому что эта работа не наша. Это получается, что если вдруг даже гость спросит, а из каких ингредиентов стоит то или иное блюдо, вы должны ему сразу ответить, а не бежать к повару и уточнить, как это готовят? Обязательно, конечно. Официант должен знать все ингредиенты, входящие из состава блюда, и когда прилагаем определенный продукт, там, блюдо, если человек, гость, не знает, что это за блюдо, мы должны также еще уточнить, есть ли у него аллергия, потому что есть в составе блюд определенные аллергены, которые мы же не знаем, что может постоянно, да. То есть мы должны предупреждать, какие? Укроп, петрушку, а это почти входит во все салаты, и многим людям это нельзя, и только, которые имели проблемы, говорят, девушка, пожалуйста, не положите, если у вас там есть укроп, чеснок, что-то такое, да, чтобы не вызывать скорую. Потом, если человеку будет плохо, мы не имеем права помочь. А почему? А в ресторанном системе запрещено держать аптечку в зале, потому что мы ему дадим, а пока ему плохо, то, что ему нельзя, приедет скорая, он умрет из-за нас. Нельзя помогать людям, пока не приедет скорая, потом вообще ничего делать. Хорошо. А если рассматривать, допустим, работу официанта в каком-то недорогом ресторане и достаточно высокого уровня, там будет как-то работа отличаться? В чем-то специфика определенная есть? А что именно отличается? Маленькие заведения, средние заведения, это основа просто сервиса и минимальное меню, и подача кофе, и все. Нюансы воды, там какие-то знания. Тяжелые заведения, ты должна быть минимум маленькой сомелье, знания вина регионы Франции, Италии. Ты должна разбирать рыбу, тюрьбу, бронзину, спигуловую и на секундомер быстро, качественно, до косточек. Все подать, знать, как, во сколько. Это декантация вина, обработка вина в деканторе, через кувшин. Потому что не принято лучшее вина после 5 лет подавать в бутылках, они должны дышать. Это аэрация называется и так далее. И там стажируешься месяц-два-три. Тебе дают чаевые официанты чисто за то, что ты на гарбичи, у тебя нету столов. Это серьезные экзамены, это знания, желательно на итальянском сдавать, минимум на английском. Лучшие официанты знают иностранные языки, желательно знать иностранные языки. Некоторые заведения доплачивают за то, что ты знаешь иностранные языки. Лучшие официанты в тяжелых заведениях, это также может быть МГИМО, МГУ, ВАМ, Высшее образование. Да, которые отодвинули, и они впереди, и когда-нибудь, а сейчас у них лучше возраста, они срубят лучшие деньги. И пока это есть, люди успевают подняться и потом по карьерной лестнице идут после 30 лет по диплому. После 30 лет? Просто вот сейчас, если посмотреть, очень много официантов, достаточно молодых. Где-то с 18 лет начиная и до 40. А в Америке как раз там от 30 и выше возраст официантов. В чем вообще? Ну, смотрите, тут опять же, для чего человек пошел в рестораны бизнес? Если, как говорим, контингент 18 лет, то, опять же, это в основном студенты, которые хотят совмещать работу с учебой, чтобы это... Я бы не сказала, что это прям вот такая... Люди, которые прям ищут карьеру, это просто люди, которые ищут легкий заработок, грубо говоря. Если, допустим, строить уже как карьеру, быть ресторатором, то, естественно, нужно все равно начинать, наверное, с официантской работой, потому что... Потому что человек, который хочет стать великим ресторатором, он должен знать всю работу изнутри. Потому что, если вот человек пришел и стал сразу директором, это... Ну, это человек ни о чем. Он не знает всю систему, он не знает, каково это, он не знает, как официанты на самом деле общаются с гостями. То есть он видит все поверхностно. Настоящий ресторан, он должен видеть работу все изнутри. Он должен тоже, как бы, подниматься по ступенькам. Конечно, не все остаются, но поэтому лучшие войска, они переходят в 30-40, сейчас возраст поднялся, раньше такого не было. В 90-х, в нулевых годах, в основном, старые официанты 26 лет. Сейчас, на самом деле, вырос, сам ресторан бизнес, себе сам сделал так, что не убирает персонал, так и держит его до конца, раньше бы убрали, это запрещено. Конечно, официанты, если мы 18-20 лет, это не официант, официантам становится психологически год через два. Нормальный официант – это 5-7 лет, а дальше уже лвой, который по-другому, конечно, уже обслуживает, работает, им вообще не нужно меню, ничего и никто. Они все, все на зубах знают. Молодежь, конечно, половина идет только ради ресторанного бизнеса. Объявлениями с вакансиями официантов сегодня пестрят все газеты и журналы. По обещаниям работодателя всего 2-3 дня стажировки и вы активно будете принимать заказы и разносить еду на подносе. И это действительно так. Однако к профессии официанта вы станете не ближе, чем работник кухни, разогревающий фастфуд, к шеф-повару в элитном ресторане. В основном официанты в большинстве своих, в большинстве ресторанов неквалифицированные. То есть это люди, которые нашли объявление, устроились на работу, они не знают своей работы. Познать все тонкости профессии официанта можно в колледже. Учеба там длится, конечно, не два дня, но игра стоит свеч. Чтобы не отходить далеко от дела, теория проходит прямо за накрытым столом. Вместо тарелок и приборов пока учебники и тетрадки. Но лекции по товароведению и контролю качества пищи важны официантам не меньше, чем сервировка. О блюде, которое подается на стол, официант должен знать все. Также в курс лекции включены этикет и организация обслуживания. А главное на занятиях это понять для себя, клиентов в ресторане нет. В ресторан приходят гости. И задача будущего официанта в том, чтобы его гости приятно провели время и обязательно захотели зайти еще. А ведь в гостях, если, конечно, вы не Винни-Пух, еда совсем не главная. Многие официанты думают, что гость приходит в ресторан кушать. На самом деле, гость приходит в ресторан отдыхать. Официант должен создать максимальную обстановку для отдыха гостя. Первый шаг к созданию нужной обстановки сервировка стола. Сегодня студенты накрывают стол на две персоны. Персоны две, а правила сервировки им не сосчитают. Начнем по порядку. Сначала ребята натирают приборы, бокалы и тарелки. Здесь, как в настоящем детективе, никто не должен оставить отпечатки пальцев. И чтобы совсем затереть следы, они добавляют в воду каплю уксуса. Когда все блестит, можно приступать к сервировке. В этом деле важна симметрия. Геометрический вальс на накрытом столе начинается с выхода тарелок. После того, как сервировочная посуда заняла свое место, наступает очередь приборов. Знать название каждой вилки и соблюсти их правильный порядок мало. Еще важно не упустить, чтобы приборы не выходили за край основного блюда. После них в нужное место встают тарелочки пирожковые. Пока пирожков на них нет, но в будущем хотя бы обычный нарезной хлеб положат. Обязательно. Каждому бокалу и рюмке также есть свое место. И выстроиться они должны в четкую линию по диагонали. Замыкает сервировочный вальс фигурные салфетки. Сложить рыбу, завиток или другую фигурку должен уметь каждый будущий официант. И часто у них есть даже свои авторские работы. Однако, когда в дальнейшем студенты будут оформлять зал ресторана, все их салфетки должны принять единую форму, чтобы нечаянно не выделить одного из своих гостей и не обидеть другого. И хорошее настроение подарить каждому. Кто-то не улыбнулся, значит, или у человека день плохой, или что-то там еще. У каждого свои бывают проблемы. Мы должны это понимать. То есть, если не улыбнулся, мы должны ему улыбнуться, мы должны ему настроение поднять, а если человек приходит веселый, то мы должны тоже ему компанию составить. Дарить улыбки это еще не все, что в планах у студентов. Для многих получить диплом официанта лишь ступенька в карьере ресторанного бизнеса. Ведь такое искусство не помешает ни повару, ни менеджеру, ни владельцу ресторана. А сегодняшнее занятие по сервировке подошло к концу. И хоть заканчивается оно не подобающим атмосфере ужином, а чашечкой кофе, но зато упадана она по всем правилам. Давайте теперь перейдем к сервировке стола. Это тоже достаточно важный процесс в отслуживании. Вот как вообще эта сервировка происходит? Как вы умудряетесь опять же запомнить, для чего какая вилка? И вообще как вот это вот все? Ну, для этого есть учебники, тренинги, есть тренинг менеджера, и все это обучается, и можно интернет открыть, там 500 фотографий, статей. Это тоже проверяется перед тем, как выпустить официантов в зале? Это показывают, сами старшие официанты или менеджеры, это должны за ними повторить, все положить, смотреть, сканировать, надо все записывать, что происходит в зале. Знать компьютер, систему, эркиперы и так далее, чтобы все понимать. Приборов очень много, приборы разные, и кладутся они определенным образом. Нормальные официанты знают об этом, например, 2 сантиметра от стола или 2 пальчика надо положить, и данные идут приборы. И как, что, с какой стороны... А почему нельзя 3 пальчика положить? Это такие правила, нюансы сервиса. Десертные, к примеру, приборы для ложки может лежать вот здесь, поперек. К примеру, чайная ложка для эспресса, для чая лежит на 5 часов, на чашке, к примеру, или вдоль, но нельзя положить вот так. На чашечку на блюдце ложечку, это запрещено. Есть определенные нюансы. Много тонкости, действительно. Да, тонкости. Конечно, вот если вспомнить, допустим, фильм «Красотка» или «Москва слезам не верит», там главные героини, они не знали, как пользоваться подобными приборами. Бывают ли такие случаи, когда к вам гости обращаются за разъяснением? Почти все все соображают, знают, уверены в себе. Но если человек может спросить по поводу, зачем подали мне ложку для пасты, так как крутят. Настоящие итальянцы не крутят. Это неприлично, подать ложку иностранцу, при том, что мы подаем, потому что он считает нужным, он и так крутит, его мама с детства учила, накрутить на вилочку. Но мы находимся в другой стране, и, конечно, мы подаем, и многие могут спросить, для чего ты подал бальзамик для карпаччо, если вы это любите, я не спрашиваю, я не понимаю вообще, что это такое. Объясняют, что это тяжелый соус, выпаренный, на награде, это специально для обработки карпаччо и так далее. Лимон надо ему выжать. Многие блюда дорабатываются в зале, после повара, самим официантом. Это такие есть правила. Это вас как обучают? Вас на кухне собирают и вам показывают? Собирают. Вообще по всей ресторанной системе есть собрания и тренинги до 12, каждое утро. Весь ресторан и бизнес растет. Слушает повара, слушает менеджера и старшего официанта. Я преклоняюсь перед очень многими метродотелями, которые нас выращивали, вырастили, но их очень мало. Вообще официант это мальчик. Уважающийся ресторан настоящий сильно имеет только мальчиков на самом деле, потому что это считается лучшее заведение. Я преклоняюсь все равно перед мальчиками официантами, потому что девочке это очень тяжело, это хорошо, это красиво, но на настоящем... Столы таскать, стулья таскать. А это тоже приходится делать официанты? Обязанно будет официант. Очень много тяжелой работы, серьезно. Хулеры натираем. Это шампанск, когда мы ставим на свадьбу в ледро. В ледро с ледро. И там стекла много надо натирать целый день. Все снифтеры, хайбеллы, роксы. Это обязательно нужно делать целый день. Многие девочки устают, но сильные есть, конечно. Вот вы сказали, что это своего рода игра. Это получается искусство все-таки? У меня это хобби, а не работаю. Если бы я работала как на заводе, я бы не работала в этой профессии. Я прихожу, это целый процесс. Продам, не продам, будучи его и сколько, сколько оставить. Предложить ли десерт или остановиться, поднимать счет, остановиться, влезть ему в душу, поговорить с ним, замолчать, отойти, улыбнуться. Действительно игра, стратегия своего рода такого получается. Это целый день ты в этом купаешься. Но это можно назвать искусством? Конечно. Вот мы, допустим, когда приходим на работу, нам говорят, так, вы сейчас выходите на сцену, отыграйте. То есть, ты приходишь, улыбка, сразу здравствуйте, настроение хорошее. Как у вас день прошел? Можно даже, официант, он актер, он может даже не просто прийти, вот вам ваше меню, пожалуйста, добрый день. Нет, он, конечно, должен, иногда даже, если это знакомые уже лица, то, конечно, это уже более такие, ну, как приятельские, наверное, отношения возникают. Получается, это все-таки здесь и романтика, опять же, присутствует какое-то определенное новое знакомство и, возможно, которые дружеские отношения. Есть такое, знакомимся, едем друг к другу, общаемся, смотря кто, и многие могут даже, там, заказать какое-то обслуживание на выезд, и все это существует, и многие друзей можно найти в зале. Забегая пообедать в кафе или ужиная в ресторане, мы неизбежно пользуемся услугами официанта. Но задумывались ли вы, откуда появилась эта профессия? Слово официант имеет латинское происхождение и переводится как служащий, работник предприятия питания. Первые официанты появились еще в Древнем Египте около 6 тысяч лет назад. На фресках египетских пирамид запечатлены изображения людей, подающих еду на стол фараону. С появлением первых ресторанов в Европе в начале 18 века профессия официанта стала чрезвычайно популярна. Каждый день открывались все новые и новые заведения. Особенно в этом деле преуспели испанцы и французы. Официанты того времени совмещали в себе несколько профессий. Они должны были разбираться в винах, как сомелье, знать технологию приготовления блюд, как повара, исполнять функции метродотеля. В России же профессия официанта появилась значительно позже. Лишь к концу 18 века она стала отходить от харчевин и кабаков и приобщаться к цивилизованной подаче питания. Первые официанты на Руси были половые, которые обслуживали купцов и зажиточных мещан. Выглядели они незамысловато, белая рубаха на выпуск и пострижены в скобку. В основном половые были из крестьян. В семилетнем возрасте мальчиков брали в подмастерье и в течение четырех лет они осваивали все премудрости этой профессии. Обучение проходило в три этапа. Мойка посуды и уборка, овладение наукой подачи блюд и работы с клиентами, правила расчета с посетителями. И, наконец, после многолетних учений им отдавался заветный шелковый пояс с лопатником, блокнотом, с отделением для денег. Жалования за свою работу они не получали. Чаевые сдавались в буфет и в конце дня делились между всеми. Конечно, часть чаевых прятали от хозяев. Главное событие, повлиявшее на развитие профессии в России, было открытие архитектурного шедевра в Москве ресторана «Славянский базар». Там официанту полагалось носить фраг, белый жилет, галстук-бабочку и перчатки, быть побритым и аккуратно постриженным. В настоящее время профессия официанта является наиболее востребованной среди молодежи и студентов. Но не надо думать, что это занятие довольно легкое и доступно всем и каждому. Чтобы стать официантом, необходимо освоить множество направлений. Это и владение тонкостями этикета, и техникой сервировки стола, а также спецификой приготовления и подачи фирменных блюд. А вот форму вообще, что она в себя включает? И есть ли такое, что вот я горжусь, что я ношу форму вот именно этого ресторана? Я именно к нему. Потому что у этого ресторана дорогая форма, и люди там соображают, как кладутся в персоналы. Настоящее заведение должно надеть форму одинаковую, красивую, качественную. Туда входит обязательно фартук, желательно красивую, длинную, с крупными карманами. Есть даже в заведениях дизайнеры, есть в многих заведениях даже стилисты. Пока тебя не причешут, на красе ты не выйдешь в зале. А вот вообще требования к внешности какие-то помимо формы есть, Юля? Конечно, это опять же не яркий макияж. Украшения все это снимается, никаких колец, никаких сережек, в весюльке все это убирается, никаких страз. Обязательно выглаженная, чистая форма. Человеку должно быть, пахнет даже свежестью вот это вот. А требования к волосам какие-то определенные есть? Обязательно завязанные волосы, это либо хвостик с убранными концами. То, что волосы могут попасть в еду, это уже минус к заведению. Люди, конечно, готовят себя к залу. Перед чем выйти, все стоят перед зеркалами, с плойками, с косметикой, с заколками, с невидимками. И тебя контролирует менеджер, он проверяет и смотрит, как ты выглядишь, что ты себе представляешь, что ты что-то вылезла, вышла из зала. Быстро. Пошла и прижилась в порядок. Ногти не прокрасила, пошла за цитоном, к метро купила, пока не протрешь, не выйдешь в зал. Но все это проверяется и так далее. Вот действительно, уже у нас не раз звучало, что это именно боевое братство такое. И на форумах в интернете, я когда готовилась к программе, видела, что вы действительно очень едины между собой. Солдаты. Солдаты, да. И вы вот тех гостей, которые, может быть, оставили не очень хороший чай, или как-то себя не совсем верно повели, вы их прям вот хаете, затираете. Чаевые никто не обязан. Никогда в жизни такого закона нет. Раз. Это чисто желание гостей, если он считает, нужны, если мы достойны. Два. Единицы людей не оставляют. Почти все знают, что это такое, потому что молодежь вся работает почти в ресторанном бизнесе. У них есть родители, друзья. Они давно дома все рассказали, на кухне везде, что на самом деле нужны чаевые. Только тогда мы как-то все в метро можем оплатить. И такси. Гости, если не оставили сегодня, могут оставить завтра. Просто их надо понять. Такая трудная ситуация. Раз. Потом они, может, вообще не в курсе, вообще не знают о сервисе. Они не виноваты, у них все еще впереди. Может быть, они приехали откуда-то, а может быть, им просто трудно. Потом у многих гостей есть какие-то родственники или друзья, которые богаты. Они опять с ним придут, и на них облился. А если не облился, они их приведут. Главное, все равно проводить хорошо. Они вообще прибыль принесли, а у нас еще может быть проценты от счета. А в любом случае то что ты получишь. Вообще за понятие благодарность, что тебя учредители держат, то, что тебе ресторан дает возможность заработать, нельзя обижаться на всех гостей. Это и перекрывается зарплата. И вообще нельзя это все ждать. Вообще денег, плохая примета ждать, их не будет. То есть ты сидишь и ждешь эти тысячи. А официанты суеверные люди получаются? У нас много примет есть. А вот какие приметы? Юлия, давайте начнем с вас. Если подает салфетка, значит, возможно, у чая улетит, как говорится. То есть, либо нужно чего-то ожидать, что-то должно произойти. Что-то нехорошее произойдет. Это как вот упало так. Если падает вилка, значит, ну, как это всегда, женщина придет, падает нож, мужчина. Ну, те же самые приметы, которые, в принципе, мы и дома, их применимы. Алина, а у вас какие свои приметы? Крошки и стол нельзя рукой с салфеткой сухой протирать. Обязательно тряпочкой влажной. Это тоже не будет чаевых. К примеру, потом есть заведение, официанты, в которое называется помазать стол и первым чаем. В два часа, если смена заканчивается, как официант до дома добирается? Красиво. У каждого официанта есть свой таксист. А у каждого третьего официанта своя машина. Подождите. Ну, хорошо. Если пока машины нет, Но это компания оплачивает. Да, есть такое понятие. Этот официант должен закрыть ресторан. Сам, вместе с менеджером. Убрать все, протереть все. На нем остался он последний. Ему задают на машине, он доводит всех гостей, перекрывается касса, бар. Это тоже серьезно. Не пять минут закрывается ресторан. Это целый процесс. Как правило, это официант более сильный. То есть, либо это бармен, либо это официант. Они, естественно, да, все убираются, чистятся. Мы готовим к утру следующую смену. То есть, с утра ничего не происходит, никакой чистки. Максимум, там, протереть столы, ну, там, не знаю, пыль, но это всегда. Это тоже смотри, какое заведение. Есть заведение, которое в 12 открывается, а в 10 приходит персонал и около двух часов готовится зал. Двух часов. Это очень тяжело. Есть заведение, где на перрон и скатерти. Скатерть, сверху на перрон. Их стирают, гладит персонал весь, по очереди. Салфетки, ручники около 100 или 200 штук. Крутили. Вот это же в сутки. Это все официанты делают. А если вдруг какой-то прибор вы разобьете, соответственно, это система штрафов действует. Но это именно работа официанта. А вот карьерный рост, как он проходит? Люди растут или их устраивает? Растут, если хотят. Некоторых устраивают. Потому что официант зарабатывает, бывает, больше, чем менеджеры и на уровне управляющего. С помощью чаевых и не всех заставишь перейти выше. Даже человек, который достоин того. Дети, жены, надо всех кормить, а это легко можно заработать. Ты уже вошел в колею, и тебе деньги идут легко, потому что ты профессионал. А некоторых устраивает карьерный рост. А некоторым вообще нужна карьера рассрочная сейчас же. Но это глупость, такое не бывает. Каждый уже сам выбирает, конечно. Да, но просто так всех не повышает. И сначала ты стажер, потом ты официант, потом ты старший официант, потом ты менеджер. В некоторых же день это называется администратор. Хороший взведение называется метродотель. До него есть менеджер, а выше метродотель. Потом ты замуправляющий, потом управляющий, потом генеральный директор. В завершении нашей беседы, я думаю, совет новичкам, тем молодым людям, которые сейчас выбирают свою будущую профессию. Хорошо подумайте, зачем вы идете в ресторанный бизнес. Потому что вы должны быть настоящим солдатом, уверенным в себе. Вы должны уважать эту профессию, вы не должны думать о чаевых, вы должны думать о коллективе, о учредителе, которые дают вам возможность заработать в данном заведении. Ни в коем случае не нужно обижаться на какие-то замечания, еще что-то. Ни в коем случае вас никто не хочет обидеть. Опять же, нужно всегда прислушиваться к мнению более старших и официантов, и менеджеров, потому что вот эти, они наоборот хотят вам помочь. Нужно всегда воспринимать все замечания на путстве и так далее. Это вам поможет очень сильно в будущем, в развитии профессии, при повышении. Спасибо вам большое, уверена, наши телезрители прислушаются к вашим советам. А от себя добавлю, верьте в себя и у вас непременно все получится. И помните, большой путь начинается с малого шага. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова